Здравствуйте! Я начинаю серию записей по изучению, совместному, надеюсь, с вами изучению одной из самых интересных книг, которые только существуют на планете. Этот факт никем не оспаривается, эта книга, она трансформирует целые нации, она не дает покоя миллионам и даже миллиардам людей, живущих на планете на протяжении уже многих тысяч лет. Я думаю, что эта книга даже для самого скептического зрителя, читателя, как минимум, заслуживает внимания. И эта книга, она претендует на то, чтобы передавать нам, людям, идеи, которые исходят от самого Бога. То есть, очень, очень, как бы, такая высокая, высокое очень заявление, да, и, ну, как минимум, это интересно ознакомиться, да, с этим. И даже если вы хотите продолжать быть атеистом, или сейчас не собираетесь менять те верования, в которых вы находитесь в настоящий момент, то, как минимум, это интересно просто ознакомиться для того, чтобы сделать уже окончательный вывод. Даже в любые идеи, божественные, в том числе идеи, которые написаны в Библии, в них гораздо проще или верить, или не верить, в том случае, если вы с ними знакомы, согласитесь. Для меня эта книга, она самая интересная книжка, которая существует на Земле. Она изменила мою собственную жизнь, я, как бы, вижу в ней наиболее яркое проявление выражения тех истин, по которым наш мир мог бы существовать. Эта книжка не просто утопичная какая-то, что здесь написаны какие-то, какие-то идеи, по которым люди жить не могут. Здесь говорится о персонаже, о историческом персонаже Иисусе Христе, который жил согласно этим законам, и вся его жизнь была подчинена тому слову, которое написано в Библии. То есть это возможно. Другое дело, что такие персонажи, как Иисус Христос, они рождаются очень даже нечасто. Более того, они не рождались больше никогда. То есть, так или иначе, но Библия говорит нам о том, что никто из нас никогда не сможет полностью жить по этим законам. Если многие люди думают, стараются, что они каким-то образом могут угодить Богу, что они в какой-то мере смогут выполнить все то, что Бог им поручил, что Бог от них ожидает, что они могут сделать что-то такое эдакое, как-то что-то узнать или сделать какое-то там доброе дело такое, что прям абсолютно полностью угодят Богу. Библия, к сожалению, это развеивает этот миф, говорит о том, что люди на это просто-напросто не способны. Именно поэтому, для того, чтобы Бог принял, так сказать, людей в своей обители, дал им вечную жизнь, о которой мы поговорим попозже, да, потому что это очень интересный концепт, который очень сложно неверующему любому человеку сразу так принять, что за вечная жизнь, как так, о чем вы говорите. То есть, для того, чтобы Бог это дал, нужна была заместительная жертва, жертва Иисуса Христа, который принес себя в жертву на кресте, для того, чтобы заплатить нам всем входные билеты, так сказать, в рай, в ту Божью обитель, в которой мы будем в дальнейшем находиться. Это суть уже Нового Завета. Итак, Библия делится на две части. Она делится на Ветхий Завет и она делится на Новый Завет. Ветхий Завет, он говорит нам о том, его ключевая суть, которую я, во всяком случае, нашел за то время, которое изучал. Библия говорит о том, что всю Вселенную создал Бог. Бог, который абсолютно свят, что означает, что он абсолютно истинен, в нем нет никакой лжи, в нем нет никаких ошибок. Бог – это не просто дядька на небесах, которого там Гагарин летал когда-то и не увидел, нет. Бог – это в первую очередь Дух, а Дух – это самое близкое слово, ну, из как бы такого языка современного. Это идея, да, это какая-то определенная живая такая информация. Это, не знаю, как это еще сказать, Дух – самое подходящее слово. Бог – это Дух, по которому существует вся Вселенная наша. То есть, Библия говорит о божественной такой Троице. Наверное, Троице – это более на религиозное слово. Она говорит о том, что Бог представляет себя в трех основных вариантах. Давайте мы нарисуем его в виде треугольничка. Во многих людей это такой равнобедренный треугольник, равносторонний. Он символизируется с божеством. То есть, Библия говорит о том, что есть Бог-Отец. Тот, Который Творец. Что есть? Он в виде сына. Сын – это слово. Слово, через которое Творец сотворил всю Вселенную. И есть Дух Святой. Я напишу «Святой Дух». Это Дух истины. Вот эта вот Троица, она создала все то, что мы с вами наблюдаем. Она создала все то, все те законы, по которым функционирует Вселенная, все те законы, по которым функционирует наше собственное тело. И всю ту истину, которая только существует во Вселенной, которую мы, в принципе, можем узнать. Что такое истина? Это достаточно простая субстанция. Такая не субстанция, даже не знаю, как сказать. Истина – это все то, что не ложь. И все то, что вполне точно определено и не подлежит сомнению. Например, вот часть истины, это вот я вам могу написать. Давайте я напишу внутрь, потому что это тоже часть истины. Два плюс два равно четыре. Вот эта истина, например, нам открыта. Мы знаем, что два плюс два равно четыре. У нас не вызывает это никаких сомнений, и вряд ли когда-либо эта истина может изменяться. Библия как раз и учит о том, что Бог – это то, что никогда не изменяется. Бог, Он какой был тысячу лет назад, там, десять тысяч лет назад, какой Он будет через миллионы лет, миллиарды, вечности, Он всегда один и тот же. Истина никогда не меняется. Два плюс два как было, так и есть, так и будет всегда равно четыре. Бог – это вся совокупность всех истин, которые существуют в мире. Если мы попробуем себе представить, каким же образом укладываются все три персонажа в одну личность Бога, то это можно, например, сравнить с писателем. То есть, если мы, например, читаем, Лев Толстой. Лев Толстой – творец всего, то есть его сознание – это творец всего. Мы, Лев Толстой, он выражает себя через свое слово, например, через роман «Война и мир». К примеру, да? То есть, в этом романе «Война и мир» мы, опять же, знакомимся ни с кем иным, как с самим творцом. То есть, через слово мы видим самого творца. Мы видим его идеи, мы видим его мировоззрение, его внутренний мир. Конечно же, слово, оно меньше, чем сам творец, потому что есть слово изреченное и слово неизреченное. То, что Бог уже сказал или то, что Он еще не сказал. Но, тем не менее, есть дух истины. Это тот дух, который наполняет это слово, то есть, тот основной смысл, который несет, скажем, в себе роман «Война и мир». Это дух. Дух истины – это то, что нас пропитывает, то, что нас трогает, то, что нас задевает, то, что меняет наше сознание. Если, например, слово, у него должна быть определенная плод, то есть, оно должно быть как-то записано на каком-то языке, возможно, или оно должно как-то нам прозвучать в эфире, то есть, как-то быть материализовано, то духу совершенно не обязательно быть материализованным. Мы можем одну и ту же истину чувствовать, не то, что чувствовать, неправильное, наверное, слово, понимать, осознавать, да, осознавать вот этот смысл. Вне зависимости от того, на каких словах это все сказано, понимаете, да. И таким образом, через дух истины мы познакомимся с самим Творцом. С Творцом всего мы познаем Его Личность. Вот об этой вот Святой Троице, которая Отец, Отец всей истины, своего Слова Божьего, да, это не просто слово там любого человека, это Слово Бога, или в Библии оно выступает в имени Иисуса Христа. Кстати говоря, одна из таких подсказок, то есть, когда вы читаете Библию, вы можете взять Иисус Христос, заменить на Слово Истины, ну и так немножечко понимание будет более это... Некоторые непонятные моменты, они станут понятны. Почему? Потому что Иисус Христос, как говорит Евангелие от Иоанна, это Слово от Бога, Слово, которое было Богом, то есть, оно единородно с Отцом, с Творцом всей истины, вот, то есть, вот это вот Божественное сознание, оно жило в Личности Иисуса Христа, и поэтому Иисус Христос такой, ну, как сказать, аватар, да, нет, наверное, неправильно, ну, что-то похожее, аватар той истины, которая существует в Боге. То есть, Иисус Христос говорил, если вы увидели меня, вы увидели Отца, то есть, мы видим часть Бога через Иисуса Христа. Почему часть? Потому что, опять же, есть Слово изреченное и Слово неизреченное. В определенный момент истина придет на землю во второй раз, об этом говорит, тоже учит Библия, и при этом она придет во всей своей славе, в полноте своей славы, то есть, Слово будет изречено полностью. Поэтому, ну, истина просто просияет так, как не сияла никогда. Ну, мы уже тут затронули несколько таких слов, которые обычно относят к религиозным, я за это, заодно, не извиняюсь, потому что я знаю, что это видео будут смотреть, возможно, и совершенно неверующие люди, для которых любое слово, которое там звучит в церкви, это нечто такое, что, знаете, что сразу же отпугивает, и... Ну, я тоже был раньше таким рьяным атеистом, да, верил во все то, что мне говорили в школе, в коммунистической тогда еще школе, то есть, я верил в дедушку Ленину, но при этом совершенно не верил почему-то в Иисуса Христа, хотя, поверьте мне, разница огромна. Мы все в той или иной мере поражены, скажем так, неверием. То есть, я, несмотря на то, что я исповедую христианство, несмотря на то, что я считаю, что моя жизнь, она началась заново, уже несколько лет назад, да, в тот момент, когда я нашел вот этот вот фундамент, на котором теперь пытаюсь построить свою жизнь, то есть, все равно, в определенный момент я чувствую слабость веры. То есть, вера во что? Не просто так в любую ерунду, да, там, что тебе не сказали, как бы ты веришь. Здоровый скептицизм – это нормально. А вера в Божье Слово. То есть, ну, например, если ваша работа, например, каким-то образом, там, или ваш доход, ну, так или иначе, например, вдруг он связан, например, с воровством, он там, или еще с чем-то, берете, знакомитесь, и оказывается, Бог говорит, не украдит. То есть, у вас есть два варианта – либо поверить, либо не поверить. При этом человеческая плоть, она устроена так, что она до последнего будет защищать свою кормушку и свои текущие какие-то взгляды, идеалы и понятия. То есть, всегда, когда человек сталкивается с истиной, он испытывает такой дискомфорт. Поэтому люди не очень любят проповеди, они как бы не хотят меняться в своих мнениях, понимаете, да, то есть, об этом Библия учит очень подробно, что наше сердце, оно очень гордое, оно всегда против Бога восстает, да, мы хотим себя поставить на место Бога, то есть, что как будто бы не Отец творится истинно, а мы тут сами решаем, что есть истина, а что нет. Так устроена человеческая плоть. У меня она такая же, более того, она была такая же у Иисуса Христа, за исключением того, что Иисус Христос свою плоть все-таки подчинил Божьему Слову. Что сделает верующий человек, когда он узнает, что Бог говорит, не укради? Верующий человек, он все бросит и перестанет воровать. Что сделает человек сомневающийся? Человек сомневающийся, он будет изучать, а кто очень ли Бог говорит, а как, а на что, там, вот все такое прочее. Моя серия записей, она в первую очередь рассчитана на людей сомневающихся. Потому что, ну как бы, в чем мне тут записывать какие-то видео людям, которые и так прекрасно во все это верят. Те, которые знают главную заповедь, что ближнего нужно любить точно так же, как себя. Никогда не нужно ближнему делать ничего такого, чего не хотел бы себе. Ближнему нужно делать все то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. И более того, кто такой ближний, это любой человек на планете. Если вы до сих пор еще думаете о том, что ближние – это только ваши родственники, что это ваши какие-то, там, я не знаю, муж, жена, дети, там, или еще что-то, Библия говорит о том, что все люди, они могут быть братьями. Сейчас мы пока еще не все братья, но мы можем быть братьями. Более того, мы к этому призваны. Итак, две части Библии. Она делится на Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет раскрывает нам немножечко личность Отца Творца, раскрывает нам немножечко Дух Истины. И, кстати говоря, в аллегорической форме, такой очень интересный, раскрывает нам и личность Иисуса Христа. Когда Иисус Христос говорил о том, что изучаете Писание, он говорил о том, что ибо они все свидетельствуют о Мне. В Ветхом Завете действительно очень много свидетельств о том, что Иисус Христос должен был прийти на землю. И в принципе о том, что это Божье Слово, то есть истина, она была записана в том числе и в Ветхом Завете. Другое дело, что точно так же Ветхий Завет, он еще назван как тень будущих благ, то есть он как тень, он еще не настолько явно проявлено, истина была в Писании, как она была проявлена в Иисусе Христе. Поэтому Иисус Христос, он не столько, ну вернее, он вообще нисколько не изменил Ветхий Завет, он наоборот, его только усложнил, он еще более усложнил для бедных грешных людей исполнение, он еще более показал правоту, правильность истины в еще большей степени. То есть, если, например, Ветхий Завет говорит, что, ну например, нам нельзя прелюбодействовать, то есть, говорится о непосредственном каком-то акте прелюбодеяния. Иисус Христос, он идет выше, он идет в духовную область, он говорит, даже тот человек, который внутри в себе, в голове, он помыслил уже вот это все, понимаете, он уже с ней прелюбодействовал, там, в сердце своем, то есть Иисус Христос осуждает вот такое даже поведение. И не то, что тот человек, который, скажем, как Ветхий Завет говорит, не убей, то есть, нельзя убивать. Иисус Христос идет еще дальше, говорит о том, что даже тот человек, который вот такое вот зло, как бы там внутри помыслил, или даже назвал там как-то брата своего, так или сяк, да, то он уже совершил это зло там в сердце своем, понимаете, да. И Новый Завет, он направлен уже не столько на какие-то физические проявления, на физические какие-то ограничения, которые Бог ставит для людей, физические какие-то правила, что не делай то, не делай сё, там, делай так, делай сяк, нет. Он идет выше, он идет в духовную область, он идет в области идеологии, в область нашего мышления. То есть, он говорит, даже вот так вот не думай, даже вот так вот типа мысли, трансформируй свое мышление. Мы все знаем, что наши действия имеют какие-то определенные причины, и наши действия ведут к каким-то определенным следствиям. Вообще говоря, в науке причинно-следственные связи не подлежат никакому сомнению. Всего есть какая-то причина, и все ведет к какому-либо следствию. Гиблия учит о том, что причина всех людей, всех проблем у людей – это грех. То есть все те проблемы, которые с нами только существуют, все то, что с нами случается, оно случается потому, что мы грешны, потому что мы несовершенны. И у этого есть определенное следствие. Следствие этого – смерть. Поэтому мы все смертны, мы должны умирать, потому что мы несовершенны. На самом деле, если так вот даже немножечко с такой философской точки зрения подумать, то ясное дело, что все то, что несовершенно, оно рано или поздно в вечности должно закончиться. Потому что может существовать вечно, только что-то, ну абсолютно совершенное. Например, вот 2 плюс 2 равно 4, оно будет существовать в вечности. А вариант, скажем, 2 плюс 2 равно там, скажем, 3.9, 9, 9 и неизвестно там сколько еще этих девяток. У него есть время жизни. То есть если мы, скажем так, верим в какой-то неправильный ответ, то рано или поздно мы познакомимся с тем фактом, что этот ответ ложный. А в какой момент это происходит? Когда истина сталкивается с ложью. Представьте, вы, например, верили, что 2 плюс 2 равно 3. Тут вам как бы проявляется истина, вам показывают, что, извините, друзья, но 2 плюс 2 равно 4. Вы знакомитесь с истиной, и в этот момент у вас есть два выбора. Первый – либо отказаться от истины, и таким образом лишить свое мышление той части вечного, что будет существовать всегда, и остаться как бы сложным каким-то пониманием, мировоззрением. Либо принять истину. В таком случае вам нужно отказаться от того временного неправильного ответа, который был у вас в голове. И принять то правильное, что вам говорят. Что вам говорит Бог. И вот здесь вот как раз основной камень преткновения. А кто же правильно говорит? А почему мы должны верить в это, а вот не вот в это? А почему вот так вот, а не вот так вот? То есть нам нужно каким-то образом закрепить авторитет того персонажа, от которого мы слышим ту или иную информацию. Кстати, раз уж пошла речь об информации, то есть я вижу, вообще говоря, Библию, не столько исторической какой-то там, или еще какой-то книжки, знаете. Это книга духовная, значит идеологическая, а значит она передает в себя какие-то определенные, ну скажем так, информационные паттерны, да. То есть какое-то определенное послание, месседжи, сообщения, да. Мне как человеку компьютерщику, да, то есть я как бы программист со стажем, и мне очень интересно вот именно взглянуть на Библию немножко вот с этой такой точки зрения информационной. Потому что информатика это та наука, которая достаточно плотно занимает, пытается во всяком случае объяснить какие-то определенные информационные процессы, и не использовать ее для изучения книжки, которая говорит об истине и лжи, просто-напросто глупо. Почему? Потому что информатика, она тоже заключает в себя, что вся информация, она состоит из двух определенных составляющих, а именно true и false, истина и ложь. В компьютерной записи она представляет из себя запись в виде битов, да, то есть есть определенный информационный бит, который может иметь два состояния. Либо один true, либо ноль, это false. То есть вот эта вот ячейка, она обладает определенной информационной емкостью, один бит, в который мы можем записать либо true, либо false. Давайте попробуем еще раз мое дело прорезюмировать. Итак, давайте разделим вот так вот доску пополам. Возьмем немножечко другой пример, для того, чтобы это было понятно. То есть есть, скажем, субъективная истина. Субъективная истина. Это та, в которую мы верим в настоящий момент. Субъективная, потому что она внутри в нас, в субъекте, да. И есть объективная истина. Объективная истина. Это то, что существует на самом деле. Вся проблема, которая существует у всех людей в том, что субъективная истина, она отличается от объективных истин. Если бы мы знали, каждый из нас бы соответствовал полностью, или был бы, как сказать, единородным сыном, да, возвращаясь к библейской терминологии, объективной истины, то мы были бы все дети Божьи, такие, как Иисус Христос, располагали бы абсолютно в совершенном сознании. Проблема в чем? Проблема в том, что по многим вопросам наша субъективная истина с объективной истины расходятся. Ну, давайте пару примеров мы запишем. Давайте запишем наши примеры. То есть, объективная истина 2 плюс 2 равно 4. Это истина, которая существует всегда, была, есть и будет. Бессмертная, скажем так, истина, да. Есть субъективная истина, возьмем какого-нибудь человека, там, я не знаю, там, с какой-нибудь там глупой африканской стороны, которые искренне верят в то, что 2 плюс 2 это равно 3. Это его субъективная истина. В данный момент он верит в эту истину. Это мнение, оно долго жить не будет. Оно не сможет прожить вечности долго. По одной простой причине, в определенный момент, это мнение столкнется с субъективной истиной, и как бы будет не принято. Давайте еще какие-нибудь примеры попробуем придумать. Ну, любые, любые, любые. Например, объективная истина в том, что яблоко падает на землю. Яблоко, или даже не на землю, а на голову Ньютона, да, падает на голову. То есть, вот Ньютон в определенный момент, ну, есть такая легенда, да, я не знаю, на самом деле, правда это или нет, то есть, ему упало на голову как будто бы яблоко, и он открыл закон всемирного тяготения. Понятное дело, что закон всемирного тяготения, это не закон Ньютона, это божий закон, по которому существует Вселенная, как и все прочие физические, химические законы. Наши ученые, они лишь открывают, дают им название, еще что-то, но отец всех этих законов Бог. Итак, есть какая-то субъективная истина, что яблоко, ну, останется висеть вверху, в воздухе, да, яблоко зависнет в воздухе. Подобное мнение, что яблоко зависнет в воздухе, оно может существовать достаточно долго, до тех пор, пока, ну, не произойдет, скажем так, тестирование, да, испытание, да, еще что-либо, когда люди, они столкнутся с истинного, так вот, лицом к лицу, да, то есть, они подбросят яблоко, и они увидят, что в воздухе, он не зависает, это яблоко, вот. То есть, тогда у этого субъекта, у него будет выбор либо остаться в позиции какого-то лживого мнения, да, либо остаться, либо принять объективную истину, то есть, зависнет или не зависнет, записать единичку или нолик, там, где-то в свою ячейку, в своего большого очень мозга. О чем учит Библия? Библия учит о том, что вот эти вот субъективные истины у каждого человека, в той или иной мере, они отличаются от объективных истин, от этого, скажем так, объективного сознания, или по-другому можно назвать вот этого вот божественного сознания, да, которое состоит полностью из истин. Наши сознания, они отличаются. И Библия учит тому, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы вот это вот наше, вот это вот наше, вот где-то заблуждение, да, у нас могут быть, конечно, некоторые вещи и правильные, мы можем рассуждать в чем-то правильно, но тем не менее, мы должны проверять это субъективной истиной, что мы должны от всех вот этих вот наших вот мнений отказаться, чем мы встретим лучше, и принять те объективные истины, которые предлагает нам Бог. принять, это значит взять и записать себя в голову, таким вот образом. А как это делается? Это делается посредством веры, то есть у нас, у человека, у каждого есть просто глаза, да, которые мы видим, есть, скажем так, внутренние такие духовные глаза, это те глаза, которыми мы верим, то есть если мы сталкиваемся с каким-то тем или иным убеждением, вернее, с той или иной какой-то идеей, да, мы эту идею можем записать внутрь посредством веры, то есть мы начинаем в эту идею верить, и таким образом мы ее растворяем в себе, да, мы, наше сознание, оно начинает меняться, то есть мы отказываемся от каких-то заблуждений, и мы принимаем что-то правильное. Еще раз, проблема основная в том, что люди, они не верят, что вот это правильно. Это люди, ну, которые не нашли Бога, то есть Библия классифицирует их вот так, то есть, или по-другому, еще Библия называет их язычники, да, язычники, те люди, которые Бога не знают, то есть они не знают, что есть Творец, что есть истина, что есть Слово Божие, которое записано, да, и Бог поставил определенные законы, люди с этими знакомыми не знакомы, поэтому эти люди, они, в принципе, неуправляемые, не верят, ну, каждый во что хочет, ну, либо в то, во что верят окружающее их общество, а окружающее общество, оно верит во всякую Лилиберду, вот. То есть, если там пройдет черный код через дорогу, да, нужно, значит, сколько там раз сплюнуть, или если там флажочком помашут там какими, какого-нибудь света, значит, нужно срочно бежать в атаку, или там, я не знаю, в то, что нужно всю свою жизнь положить на то, чтобы накопить как можно больше хлама в свою квартиру, да, различного. То есть, мы живем в таком мире верований, мире различных идеологий, и эти идеи, которые существуют, они такие, как... Это духи, да, такие, если выражаться библейскими терминами, они витают такие вокруг нас. И вот эти духи, они бывают двух видов, они бывают либо... Либо ложные, либо истинные. Я уже сотрету. То есть, либо ложный дух какой-то, либо какая-то идея, она с истинной не совпадает, либо эта идея, она с истинной совпадает. Библия говорит о том, что такие идеи, которые совпадают с истинной, мы должны называть идеями или духами от Бога, да. Каким образом мы можем проверять, от Бога оно или нет Бога? Ну, достаточно просто. Когда мы изучаем книгу Библии, потихонечку наше сознание трансформируется. Особенно, если мы изучаем его с верой, когда мы действительно верим в то, что Бог автор. Автор всей той истины, которая записана здесь. Истина записана не только внутри слов, каких-то событий или еще что-либо. В первую очередь, тех истин, которые записаны между строк. А именно истины о любви ближнему. О том, что такое грех, как с ним бороться. То есть, смысл основной. Наше сознание трансформируется. И мы, когда мы сталкиваемся потом уже в мире, посмотреть телевизор или разговаривать с кем-то, с какой-либо другой идеологией, нам уже достаточно просто становится. Мы можем уже быстренько так отсеять. То есть, то, что никак вообще не вяжется с библейским сознанием, с библейским пониманием. Либо то, что оно вроде как действительно говорит о том же самом. Или согласуется, не синхронизируется. Ну, согласно с тем, о чем говорит Библия. То есть, задача христианина, главная, основная задача, это впитать в себя Божье Слово, проникнуться Духом Святым. И этот Дух Святой, он будет написан свидетельствовать. То есть, он будет свидетельствовать о том, что правильно, что неправильно, что действительно похоже на правду, а что не похоже на правду. Но это делает нас более такими сильными личностями. И главная еще раз задача христианина, то есть, чтобы наше сознание было трансформировано в такое же сознание, которое было у Иисуса Христа. Именно поэтому люди называются христианин. Христианин – это не тот, кто ходит в церковь, ставит свечку, или, как там, я не знаю, куличи там на Пасху кушает. Христианин – это маленький Христос. Это такой маленький Иисус, представитель Бога на земле, да, представитель истины на земле, человек, который впитал в себя вот это вот божественное сознание. Вот это вот человек-христианин. Понятное дело, что полностью, совершенно идеально принять сознание Христа мы не сможем, во всяком случае, ну вот в этой жизни. Библия говорит о том, что полностью мы получим, скажем так, полную праведность. Что такое праведность? Праведность – это, в первую очередь, правильное сознание, потому что правильное сознание ведет к правильным делам. Тогда уже правильные дела. Это не значит, что у нас могут быть правильные дела и при этом быть неправильным сознанием. Нет. Наше сознание, оно обуславливает все те наши действия, которые мы делаем. Если бы у нас в сознании было все четко и все правильно, мы бы делали все правильно, были бы праведниками и внутри, и снаружи. Библия учит в первую очередь заботиться не о той праведности, которая у нас снаружи, а о том сознании праведном, которое у нас внутри. Потому что именно это праведное сознание, праведное, не состоящее из лжи, оно нас приведет к чему-то хорошему действительно. Итак, я знаю, что это достаточно тяжело изучать Библию посредством видео, потому что на это может уходить много времени, нужно сидеть, что-то слушать, Какой-то там парень что-то говорит через камеру, сколько на это времени нужно потратить. Поэтому мы будем делать так, что я буду, наверное, предварительно делать изучение, и потом только самые-самые такие сливки, самые выжимки тех идей, которые у меня есть, я их буду выдавать в эфир. Разумеется, самый главный принцип изучения Библии, особенно изучения Библии другим человеком, то есть, будь то пастор, или будь то какая-то, я не знаю, там, какой-то библейский учитель, или книга самоучитель, или еще что угодно, какие угодно толкования, или еще что-либо. Самое главное правило, это никого не называть своим учителем. Я вам никакой не учитель, пастор вам на самом деле тоже не учитель, учитель у всех учеников Христа один, это Иисус Христос Сам. Это то самое божественное сознание, это я еще раз запишу. То есть, Иисус Христос, это не имя или фамилия бедняка, которого распяли 2000 лет назад, совершенно нет. Иисус означает, вообще говоря, в еврейской традиции, детям не давали имена, а просто так. Иисус означает Бог, который, ребят, мы зовете, называется ИГВГ, таким вот четырехбуквенным тетраграмматоном, да? Бог спасает, а Христос означает помазанник. Помазанник, что за помазанник? Помазанник на царство, а именно царь, помазанник чем? Не просто подсолнечным маслом, помазанник святым духом. То есть, Бог взял человека по имени Иисуса. Помазал его святым духом, вкачал в него вот этого духа истины настолько, что мог сказать, вот этот вот есть сын мой возлюбленный. То есть, абсолютно сознание идентичное с истиной, с отцовским сознанием, да? То есть, так же, как, например, мы представим, Бог большой такой, да, вот Иисус, он поменьше. То есть, Иисус официальный представитель Бога на земле. То есть, вот это вот божественное истинное сознание, оно вот на человеческом языке заговорило, понимаете, вот в этой личности Иисуса Христа. Иисус Христос принес истинную идеологию на планете, и что самое главное, что Он еще сделал, Он еще и умер за все, за все эти ошибки, которые мы с вами делаем. Это уже другая концепция, о которой мы будем разговаривать очень много. А именно, почему истина Иисус Христос, да, в чем суть Креста? Суть в том, что истина в этом мире, друзья, распята. То есть, этот мир, он не будет функционировать по истинным законам. В этом мире истина распята. Но эта истина воскресла, потому что ее убить нельзя, и сейчас она находится у Бога. Опять, да, то есть, мы, та вот история вознесения Иисуса Христа, то есть, что Иисус Христос, он не может быть убит, у него ключи написаны от ада и смерти, да, то есть, истина не умирает. Это божественное сознание, но как было, так и есть. Иисус Христос дал своего духа нам, ученикам, через свое слово, плюс дал своего духа. То есть, эта вот идея, она пропитывается в нас, она меняет наше сознание. Мы становимся подобны Иисусу Христу. И благодаря тому, что Иисус Христос заплатил на Кресте своей крови, то есть, вот эти вот наши ошибки, все эти наши лживые, скажем так, несовершенства, то есть, наше сознание несовершенно, за них заплачено Святой Кровью Христа, потому что истина распята. Но у нас нет вины, друзья. Не существует истины в этом мире сейчас. Все, что существует, все то, что осталось нам от Иисуса Христа, это Его Божье Слово. И вот Его, собственно, мы и начнем читать. Почему я не начинаю изучение Светкого Завета? Ну, исходя из основных соображений, что, скорее всего, большинству людей, которые будут смотреть вот это видео, если вообще кто-нибудь будет смотреть, будет интересно просто-напросто начать с Нового Завета. Потому что зачем смотреть на тень будущих благ, когда мы можем посмотреть на проявление, на главное проявление блага, да, то есть, на благовестие, еще или по-другому, Евангелие называется, Евангелие, благовестие и все прочее, на современный язык перевести. Это будет радостная весть, да, то есть, в чем, собственно, суть радости. Что радостного в том, что Иисуса Христа распяли. Для нас это действительно радость. Все мы, в чем сознание состоит из неправильных ответов, мы теперь не обречены на смерть, да, за нас заплачены, потому что истина распят. Таким образом это действует и все такое прочее. Поэтому мы начнем изучение с первой книги Нового Завета, потом мы прочитаем его весь. Если Бог даст, это, конечно, я не знаю, сколько это времени займет. И потом мы можем, мы будем брать перекрестные ссылки, конечно же, из Ветхого Завета, потому что многие вещи, они просто-напросто, если мы читаем только Новый Завет, непонятны. Кто знает, может быть, потом прочтем Новый Завет, попробуем осилить и Ветхий. Итак, речь вступительная получилась очень долго, я извиняюсь. До следующего видео мы начнем читать Евангелие от Матфея и прямо с первой главы будем изучать с вами. Спасибо за то, что были со мной. Оставайтесь, смотрите и изучайте Божье Слово. Это то, что изменит вашу жизнь только в лучшую сторону. Спасибо. 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 Спасибо.